Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Если в марте мы все будем сеять томаты, кто-то в начале месяца, кто-то в средине, какие-то сорта в конце, то в феврале, в третьей декаде, уже начинаются массовые посевы перца. То есть перец должны посеять даже те, кто не имеет теплицы и собирается выращивать его в открытом грунте. Потому что почти на всех сортах указано, вот видите, второй месяц посев. Февраль это посев массовый, причем посев перцев. Крайний срок, вот здесь точно не указано, но крайний срок почти на всех пачках указан 10 марта. Это на начало марта мы оставляем скороспелые сорта, а сейчас все сорта, которые среднеспелые, позднеспелые, крупноплодные сорта, высевать нужно в третьей декаде февраля. В феврале все посевы должны уже быть закончены. Видите, написано, с 20 февраля по 10 марта. Все, вот этот срок очень небольшой. Последняя декада февраля и первая декада марта, это мы сеем перцы. Я буду сеять, хоть я вам показывала пачки тут красивые, я буду сеять свои семена, буду делать массовый посев перца. И как я уже обещала, многие попросили еще раз показать, как я сею перец. Я вам сейчас буду сеять и буду все-все-все, что я делаю, рассказывать. Я сейчас буду сеять перец, который будет у меня выращиваться с последующей пикировкой. Так я делаю для того, чтобы мой перец занимал мало места у меня на стеллаже с лампами. Потому что сейчас февраль, естественного солнца нам не хватает. И будете пикировать вы или нет перец, выбрать нужно еще до того, как вы начнете свои посевы. Потому что очень различается способ посева с пикировкой и без. Вот сейчас именно мы будем сеять с пикировкой. Я накладываю рыхлый, просеянный сквозь такое широкое, немелкое сито, землю почти до краев, чтобы потом ее утрамбовать. Когда я ее утрамбую, она как раз уляжется тем слоем, который мне нужен. Немножко я утрамбовала, и я не поливаю весь грунт. Я буду поливать только полоски, потому что нужно обязательно следить за тем, чтобы грунт был не сильно переувлажненный. Потом я на глаз маркирую весь лоток свой. Делаю углубление бороздки на расстояние 2-3 сантиметра, в которые я потом буду укладывать мои семена. Я делаю это все на глаз, но оно получается довольно-таки ровно. Вот у меня бороздки на одинаковом расстоянии. Простой ручкой или карандашом я всегда работаю, делаю эти углубления. Углубления делаю для того, чтобы и проливать было удобнее вот эти бороздки, и для того, чтобы потом верхний слой земли, поменьше мне придется укладывать. Можно делать и поверхностно, без бороздок, но тогда будет сложно рассчитать. Я сразу все бороздки не проливаю. Проливаю несколько, с которыми сейчас буду работать. Для чего? Для того, чтобы семена перца положить в очень-очень влажный грунт, вот прям в такую вжижку. Для чего это я делаю? Это я делаю для ускорения процесса, потому что дополнительно семена у меня не замочены. Это мои домашние семена, я их не замачиваю, я их кладу в грунт с питательным раствором. Вот здесь у меня эпин разведенный, как обычно по рецепту. И начинаю раскладывать, раскладываю спичкой, делается все это очень быстро. Семечко прям заглубляю в этот жиденький грунт. Я сейчас пока первый ряд буду раскладывать. Я вам расскажу, почему именно мне удобен вот этот способ. Я всегда делаю загущенный с последующей пикировкой. Во-первых, сейчас солнца мало, и также мало у меня мест на стеллаже и на окнах. Туда хочется поставить и баклажаны, и петунию, и острый перец. У меня там томаты ранние посевы. Претендентов много, мест мало. Поэтому я делаю вот так посев, как можно больше в один лоток, чтобы у меня вошло. Они взойдут, вырастут. Я их распикирую, когда более редко. Тогда уже солнца будет больше, и можно будет без ламп обойтись. И во время пикировки, как убиваю двух зайцев, я сразу отбраковываю больные, слабые растения. Оставляю только здоровые. Большое количество растений позволяет мне делать выбраковку хорошую такую. Во-первых. А во-вторых, при пикировке немного все-таки замедляется рост растения. И он получается, что он по возрасту взрослый, а размер у него не очень большой. Если его не трогать, он может вымахать за это время, еще считайте, февраль, март, апрель. Только в мае будем рассаживать. У него будет очень большая зеленая масса. А при пикировке все-таки мы корневую систему немного тревожим. И это чуть-чуть тормозит растение. Вот как вы видите, я спичкой накладываю. Процесс проходит очень быстро. Все. В дальнейшем также я весь лоток, конечно, не буду время ваше занимать. Также следующие еще три ряда проливаю, также накладываю. После этого я еще раз поливаю питательным раствором, чтобы уже окончательно замочить. И вот при таком посеве, вот этот вот массовый посев с последующей пикировкой, получается, что я дополнительно семена в отдельной таре не замачиваю, потому что это не очень удобно замачивать, потом их снова подсушивать. В мокром виде такое количество быстро не рассадишь. Вы видите, что здесь они во влажном питательном растворе. Все сверху присыпаю небольшим слоем земли. Сейчас я покажу, сколько. Ну, так как видите, у меня была тут еще дорожка, еще я туда заглубила, и я присыпаю минимальным слоем, просто сравниваю вот эти, видите, у меня гряды. Вот так вот сравниваю гряды. Вообще надо закрывать слоем 0,5-0,7-1 см земли. Немного я вот таким методом чуть-чуть-чуть прям присыпаю, чтобы сверху не образовывалась корочка, ничем я больше не поливаю. Вы видите, что у меня в земле здесь есть какие-то и палочки, и все. Это потому, что земля с перегноем, я это ничего не удаляю, я через крупное сито просеяла, что осталось, то осталось. Все, вот так вот я выровняю весь лоток, совсем уже дрова попались, прикрою полиэтиленовой пленочкой и ставлю в теплое место. Все. Схожесть, сходят они через неделю, через 10 дней, могут через 15 дней. Вот такие есть семена сухие, предварительно незамоченные. Они могут лежать долго, недели-две, но они все равно все взойдут, все вырастут, и потом, когда появится один или два настоящих листика, я их распикирую. Все, до свидания. Вот это был мой метод массового посева перца с последующей пикировкой. Очень быстро, большой выход. Этим методом могут воспользоваться те, кто хочет, например, вырастить рассаду на продажу или просто посадить большое количество. Если у вас разные сорта, можете разделить на части лоток. Я вот весь лоток буду одним сортом засевать. Промеркирую, обязательно прилеплю на торец наименование сорта, когда посеян, и способ обработки. Напишу, что сеяла сухими семенами в пролитые бороздки. Все. До свидания. Заходите в мою группу Огородная Азбука Ольги Черновой. К каждому видео, почти к каждому видео, я там выкладываю статью с подробным описанием и фото пошаговые всех-всех моих операций. До свидания. Желаю всем хороших посев.